Музыка Для людей невоцерковленных зачастую пост это повод похудеть, почистить организм от шлаков или ограничить употребление алкоголя. Но для тех, кто преисполнен верой, это очередной духовно-нравственный путь к важной цели. Мы проходим этот путь, путь подготовки, путь очищения, самоанализа, покаяния, для того, чтобы достойно встретить этот праздник, чтобы почувствовать всю благодать этого праздника. В православном календаре четыре многодневных поста. Также в течение года верующие постятся по средам и пятницам. За 40 дней до праздника Рождества Христова начинается рождественский пост. Главное ограничение не в еде, а в поведении. Ничто так не ненависно Богу, как осуждение, потому что Бог праведен, а осуждение исполнено несправедливости. По учению церкви пост не цель, а средство отвлечься от жизненных удовольствий. Сосредоточиться и подумать о душе. Без всего этого он становится всего лишь диетой. Для всего мира Новый год, самый такой праздник, у нас как-то больше Рождество празднуется у людей, которые верующие ходят в храм. Всегда радостно на душе, когда готовишься к этому празднику, потом с радостью встречаешь. В ходе поста верующие, хоть и воздерживаются от употребления различных продуктов, во время поста рождественского существует и послабление. Если великий – это очень строгий пост, там рыбы не положено вкушать, то в рождественском посту позволяется вкушение рыбы, кроме сред и пятницы, всего периода поста. Поэтому можно сказать, что он менее строгий, чем великий. Закончится пост после праздничной литургии 7 января. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.